Здарова, друзья! Сегодня 21 октября 2020 год и мы немного задержались, потому что подача заявлений на участие в лотерее началась 7 октября 2020, но заканчивается 10 ноября, ни в коем случае не откладывается на последний день. Там сайт будет перегружен, все вспомнят и помчатся. Сайт только один, dvprogram.state.gov. Все остальные сайты агентские, там предлагают, в принципе, за ваши деньги заполнить за вас приложение. Можно перевести сайт, вот есть у вас Google Chrome, вот так он переводится и, в принципе, будет понятно, что-то как. Ну, я вам скажу, что все довольно просто. Вам нужно подготовить фотку. Фото, экзампл. Здесь. Это как бы основной момент, а далее заполнить приложение проблем нет. Сразу скажу, что если вы не стоите в браке, то, в принципе, сами за себя заполняете, а если вы стоите в браке, то шанс увеличивается в два раза. Надо указывать супруга, вот. Далее другой супруг тоже заполняет анкету и получается, что одного человека без семьи не пускают. Ну, так, это же, как бы, правильно, да. Смотрите, по фотографии надо было отступление. Главное, чтобы не было теней и свет правильный. Вот это правильная фотография. Очки надо снять. Размеры, пропорции. Размер 2 на 2 дюйма, либо 51 на 51 миллиметра. Вот. И отступы. Сверху, снизу. Ну, вот, поймите, глаза где-то вот на треть, подбородок тоже на треть, да. Это правильные пропорции. Как неправильно, вы увидите внизу разрешение фото, чтобы вот так было. Бэкграунд. Здесь кропнутый, то есть убрано что-то, никакое редактирование, не разрешено. Прычки все оставляем, принимается. То есть, что аппликант, да, заявитель смотрит напрямую в камеру. Нейтральное выражение. Все чисто вот так ржать, как конь не нужно, или закидывать назад голову. На бок тоже нельзя, хотя этот стиль вот именно ей нравится. Шляпа. Шляпу снять. Но национальный, или какой-то религиозный головной убор может быть. Главное, чтобы, видимо, он не наезжал на контур лица. Соски вынуть, шарфы убрать. И кепку тоже снять. Ну, и волосы не должны наезжать. Иначе неправильные фотографии, и, собственно говоря, не ждите позитивного, положительного результата. Вот. Как правильно фотографировать детей, тоже здесь показано. Не должно быть другого человека. Здесь, видимо, тень. Здесь ребенок в сторону смотрит. Вот. Здесь язык высовывает. Здесь тоже улыбается руками, рот закрывает. Ну, и держит. Все, собственно. Фотку сделали. И потом на определенном шаге надо будет подгрузить. Вот здесь инструкция, да. Вот. Ну, как я сказал, можно перевести все это на русский язык. Боли того, тут есть уже переводы. Но нет русского. Есть украинский. Английская инструкция по программе PDF. Ну, PDF-ку тоже теоретически можно перевести. Ребят, я бы не стал париться. Давайте просто перейдем к заполнению формы. Начать с заполнения. На пятой минуте я все-таки начал. Сначала нас приветствует Копча. Давайте быстро пройдемся. Я заполняю эту анкету не первый раз. Форма не меняется с года в год. Приблизительно 30 минут нужно. В общем-то, фамилия, имя, отчество. Пол, мужской, женский. Дата рождения. Город, где вы родились. Только город. Ну, если вот Ленинград, то, в принципе, надо писать Санкт-Петербург. Страна, где родились. Россия. Потом страна, в которой вы подаете заявление. Россия. Паспорт заграничный. Точно так же фамилиями отчества. Даже если на русском языке отчество написано, ну, вот переведите. Как бы это будет правильно. Дата, когда истекает паспорт. Где выдан паспорт, в какой стране. Потому что российский заграничный паспорт можете и за рубежом получать. Давайте. Когда возникают вопросы, просто быстро читать на английском не каждый может. Мне не нужно предъявлять паспорт. Ну, вот нам галочку не нужно ставить, кстати. И здесь присоединяем фотографию. Инструкцию мы уже все посмотрели. Почтовый адрес. Здесь пишите улицу, дом, квартиру. здесь город. Здесь республику. Код. Страну. В Америке все в обратном порядке. Не как в России. Страна, где сейчас живете. по IP-адресу возможно они будут проверять. Если вы не в России, то тоже выставляйте номер телефона, имейл, подтверждение имейла. И если у вас высшее образование, вот, high school, без степени, к примеру, или это школу только закончили. Если вы не женаты, unmarried, если вы женаты, то есть несколько вариантов. У вас супруг не гражданин Америки. Вот. Если гражданин Америки, вот здесь галочку ставите. И потом надо будет указать супруга. Супруг потом, заполняя анкету, точно так же указывает у вас. Указывается число детей. Далее продолжить. Ну, собственно говоря, начните. Далее мы отщелкиваем самостоятельно. Такая фотография. И, соответственно, подбородок на треть. Как обрезать? Вот здесь такой инструмент. Выставлять пропорции один к одному. Получается квадратик. И обрезка. Сохраняйте. Загружайте на сайт. И, конечно же, там не нужно большое разрешение, поэтому Image, Image Size я выставлял на 600 пикселей. И этого достаточно в предыдущий раз. Сохраняем. Естественно, вам нужен Photoshop. Может быть, онлайн-версия пригодится. Только обратил внимание, в американском формате всегда месяц идет впереди, а потом дата. Не ошибитесь. Присоединили подготовленную нами фотографию. Классненько загрузил. Итак, шаг номер 2. Здесь мы указываем супруга, фамилию, имя, отчество, дату рождения. Ну, в принципе, все о супруге. Все данные. И фотография супруга. Довольно быстрый шаг. Продолжаем. Continue. На последнем шаге мы просто просмотрели всю информацию и нажимаем кнопку Submit. Конечно, если что-то неправильно, надо поправить. Шаги назад. Есть. Go back, go back. Часть 1, часть 2. Ну, все. Заявочка подана. Об этом говорит знак Success. Я заскриншотил данный экран и также скопировал в себе на почту информацию. Информация Confirmation Number вот этот пригодится для того, чтобы потом проверить статус нашего заявления после 8 мая 2021 года. Вот так. Подавайте заявку. И удачи вам. Сейчас я подам заявку за жену. Наш шанс будет в два раза выше. Пока-пока. Продолжение следует...